Дисклеймер. Данный видеоролик не несет в себе цели оскорбить или задеть кого-либо. Автор не поощряет действия героев, скорее наоборот осуждает их. Видео снято исключительно в познавательных целях. Видео содержит нецензурную лексику, поэтому его не стоит смотреть никому. Приятного просмотра. Да. Христос воскрес. Пошел ты нахуй! При поддержке 4chan. Всем привет, с вами Истер Кок, но вы можете звать меня Илюха. Я начинаю чувствовать, как моя сила и популярность покидают меня с 53 тысяч подписчиков до 6. Я уже не Андер. Я Андерлорд нахуй. Так, срочно нужно поднимать медийность. Но как? Так, похоже настало время обратиться к самому лучшему ютуберу всех времен и народов. Алло, пьюдипай? Алло, да, привет, че хотел? Юлик? Ладно, тоже сойдет. Слушай, давай короче, у меня очень жесткое расписание, мне еще нужно 20 роликов про хайп кэм снять, про их участников, мам, пап, собак. В общем, я хотел спросить, как стать таким же успешным и популярным, как ты. Что нужно делать? Хайпить? Хайпить, мне стыдно таким заниматься. В смысле стыдно? А мне не стыдно, думаешь? Конечно стыдно. То есть отказаться от творчества? Окей, а как же рисунки? Рисунки? Ну знаешь, рисунки это хобби, от хобби тоже откажись. Жрать-то хоть можно? Кому нужно есть. Так, погоди, погоди, какой-то клип вышел. Все, пока, нужно делать реакцию. Ладно, походу придется заниматься тем, что нравится абсолютно всем. Углумление над маленькими детьми. Вы когда-нибудь слышали о такой херне, как Мьюзикл? Или может быть Квай? Конечно слышали, да и видели не раз. Если вы, конечно, не Стиви Вандер, потому что реклама этих приложений заполонила весь Ютуб. И нам ничего не остается... Какого хера, какого хера это говно делать в моем ролике? Блять, 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 блять. Какой же ролик на Ютубе может добратись бизнес? Хорошая реклама, да? Правильно. Поэтому... Блять, кто его сюда впустил? Мне так смешно, когда мне говорят, что невозможно поднять столько денег за канат тебе вон. Ну что ж, дружки-пирожки, время погрузиться в дивный мир гиперактивных, жаждущих славы детей. Спорим, что ты не нажмешь пять раз очень быстро на экран? Бэть матафак! Ознакомление со всей этой пургой похоже на анальный секс. Поначалу вам может быть немножечко больно, но по истечению некоторого времени вы начнете наслаждаться процессом. Начнем, пожалуй, с мюзикл. Или мюзикл, мне поебать. Потому что он заточен под более-менее взрослую аудиторию внимания блядей. Внимание блядей, сказал блогер. Ха! Но в семье не без урода. Дети, конечно, тоже им пользуются, но такого огромного обилия онных я не заметил. Либо их действительно меньше, чем в Квай, либо приложуха тщательно пытается замести следы их присутствия. Простите, свечку не держал. Я буду ждать тебя, блядь, приезжай. БАДИ! Совсем недавно, сидя на ютубе, я обнаружил целый пласт 12-летних девчонок, которые снимают уроки по этой херне, обозревают профили своих подписчиков, меряются пиписями. У них там вообще целая комьюнити со своими бифами и диссами. Маршмеллоу и Кэллой. Клип будет под вот эту музыку. Заострять внимание на этой программе я не буду, потому что обсуждать тут по сути и нечего. Телки крути джопами под сквертонита. Педиковатые парнишки клеят тёлок, которые крутят жопами под сквертонита. Ничего необычного. А ещё при регистрации играет довольно заводная музыка. И это дикий плюс. А вот Квай... Лучше бы я Афган прошёл. Квай это одноклассники для пиздюков. Даже нет, не так. Квай это, если бы одноклассники поебались с умственно отсталым инстаграмом и за всем этим наблюдал мрачный педофил. Вот это Квай. Но знаете, что объединяет все подобные приложения? Идиотские движения. Сука, как же они меня вымораживают. Всё разворовали, а бывал непобедимым. Ваш ребёнок сам, тут и не ладит с коллективом. Это какая-то помесь тектоника с хуй пойми чем. Из-за этих непонятных движений порой кажется, что соцсеть заточена под детей, больных Паркинсоном. Глухонемых детей, больных Паркинсоном. Овердрайв. Кстати, о больных детях и прочих фриках. При пролистывании ленты я постоянно натыкался на каких-то безногих индусов. Танцующих корлиц. Полумёртвых бабок. Усатых девочек. Здесь так красиво, я перестаю дышать мне. И детей, больных раком. Я не шучу и не преувеличиваю, просто посмотрите на это. Детка, ты любишь рваные джинсы? Я ни в коем случае не говорю, что это смешно. Рак и валидность, это плохо. Это ужасно, но... Блядь. Как сказал один великий врач, тут помогут только классы. И лысые девчонки с этим... Неплохо справляются. За что я их, естественно, не могу ни в коем случае винить. Если они действительно больны раком. Они просто побрили себе голову. И брови. Ай, блядь. Ладно, давайте переключимся на здоровых пиздюков. Для того, чтобы найти в этом приложении что-то хорошее, то нужно потратить очень большое количество времени. Но ради вас я подзапарился и нашёл что-то более-менее положительное. Мам, мам! Господи! Чё делай? Мам, короче, мне кажется, у нас бабуля уже совсем не соображает. Это почему же? Не, ну а чё она? Мы когда каждый раз к ней в гости приезжаем, она меня каждый раз всё узнаёт. Говорит, а кто это у нас тут такой маленький? Кто это у нас такой красивенький? Я не знаю, мне кажется, она уже совсем ку-ку-ку-ку. Вы меня рассмешили. В какой-то мере это можно назвать творчеством. Я не уверен, но... Но... Ну, может быть... Нет. Но как ни крути, 90% квая состоит из этого. До свидания. Что тут ещё сказать? Если вы любитель маленьких девочек, то эта соцсеть точно для вас. Всё легально, всё законно. ЦП в свободном доступе. Я думаю, у многих из вас в голове уже прокручивается мысль о том, что в этом приложении сидят не только дети. Если вы понимаете, о чём я. Но перед тем, как делать серьёзное ему заключение, я хочу посоветоваться со своим коллегой. Алло? Да, алло. Димон, слушай. Ты знаешь, что такое квай? Чувак, отъебись, а? Я сейчас занят, окей? Всё, давай. Знаете, что забавно? Разработчики прекрасно понимают свою целевую аудиторию, но, несмотря на это, они постоянно предлагают детям снять свои ролики под треки, которые содержат упоминания алкоголя. Наркотиков И ебли И это самый очевидный пример, который прямым текстом в лоб доказывает то, что я говорил пару секунд назад. Прекрасная работа, квай, прекрасная работа! Это, кстати, одна из причин, по которым я в своё время отказался рекламировать это приложение, хотя сумма была охуеть какая большая. Ну и вторая причина заключается в том, что я долбоёб. Так что можете поддержать меня и мой канал донатами, ссылка в описании. Супер щедряков я, естественно, буду благодарить в роликах. Короче, вы поняли, вот, не буду особо заострять внимание на этой теме. Всё, поехали дальше. А теперь классика жанра, 20-летний щегол жалуется на то, что раньше было лучше. Раньше было лучше. На самом деле, это нихуя не так, что сейчас, что раньше, что в будущем. Долбоёбов всегда хватало, хватает и будет хватать. И для того, чтобы вы не назвали меня где-то ненавистником, или, как сейчас модно говорить, эйджистом, я решил спросить мнение по этой теме у своего 11-летнего приятеля, который в своей, собственно, 11 добился больше, чем я, ты и наши родные за три поколения вместе взятые. Встречайте. Витёк. Йоу, лил хоуми, как дела? Слушай, а что ты думаешь по поводу Квая и маленьких полуголых девочек, которые трясут жопами перед камерой ради лайков? Вся эта движуха с приложениями и странным детским поведением чаще всего связана из-за того, что детей тупо не хватает внимания и эмоций. Маленькие школьницы хотят популярности, внимания, поднять свою самооценку, и для этого они себя снимают. И они не хотят себя чувствовать таким малолетним, унылым говно без капли таланта. Правда, вместо того, чтобы взять камеру, они просто пытаются идти по, как им кажется, лёгкому пути, скачивают приложение, берут чужую песню и даже не попадают в губы. Хотя приложения Мьюзик или Квай имеют кучу фишек для того, чтобы снять нормальный видос, но эти люди начинают снимать себя на фоне убогого советского старого шкафа и хотят получить популярность такую же, как у Марьяны Ро. И самое стрёмное, что большинство родителей вообще не смотрят, что делают их дети в интернете и не могут сказать, что стоит снимать, а что нет. И вот это и является той самой главной причиной всего этого трэша в приложениях. И все тупые школьники, ну не могут понять, что дичь, а что нет дичь. Им просто не с кем посоветоваться. И вот из-за этого вот вы и получаете океан галимого контента. Этого пацана я считаю охуительным примером для подражания для подрастающего поколения. Чувак в 11 лет побывал на Пусть Говорят, он на одной сцене с Бастой выступал. Блядь, вот, вот какими должны быть маленькие дети. Они пойти в моей кровати, блядь. Подписывайтесь на Витька, он очень классный парень, поёт, снимает ролики и заслуживает вашего внимания. Ну что ж, под конец могу подвести некий вывод. Я ничего не имею против самореализации детей и занятием танцами, не знаю, пением и творчеством. Потому что в какой-то мере, да, это является творчеством. Но, чёрт возьми, 12-летние дети голыми жопами трясут перед камерой ради подписчиков. Разработчики этого приложения поощряют такое поведение. Вот, вот самая главная моя претензия и причина, по которой этот ролик существует. Претензия к детям, претензия к разработчикам и в первую, сука, очередь претензия к родителям. Потому что мы и интернет не виноваты в том, что их дети растут долбоёбами. Виноваты родители. Такое вот краткое умозаключение, я уверен, вы уловили мою мысль и считаете по большей части так же. Потому что альтернативного мнения тут нет. Подписывайтесь, ставьте лайки, жмите на колокольчик, оставляйте комментарии. Новый канал, новый контент, новая жизнь. Чуваки, давайте как-то по заинтересованнее. Понравился ролик, комментарий оставь. Супер понравился ролик, сделай репост, это же так просто. Ладно, окей, не буду давить на вас. Я надеюсь, вам понравился этот ролик. Увидимся в следующем видео. Пока.